всем привет в этом видео покажу обрезку огромного многоствольного клёна в форме зонта дереву около 10 лет примерно сад находится на юго-западе новой москвы вы его могли уже видеть в одном из моих прошлых видео про укладку рулонного газона владельцы сада мои друзья попросили найти специалиста по обрезке и первое пожелание снизить высоту кроны клен уже вымахал выше дома и вся эта махина зависла надо находящийся здесь зоной отдыха и барбекю количество и рост стволов внутри короны никто никогда не регулировал некоторые из них переплелись и при утолщении стали повреждать друг друга при трении и при сильном ветре когда-нибудь это все могло сломаться и рухнуть вниз такие клёны дают обычно очень много при корневой поросли ее тоже нужно регулярно вырезать во-первых для проветривания основания дерева во вторых стволы таких деревьев многоствольных мульти штамповых очень красивые и их нужно конечно оголять чтобы они были всем видны вот это как раз вид со стороны зоны отдыха и барбекю и я так понимаю по задумке ландшафтных дизайнеров которые сажали здесь этот клен сквозь голые ноги когда ты сидишь на террасе должен быть виден сад а сейчас вот взгляд упирается вот это лохматое чудовище ветки под тяжестью все опустились и закрыли все обозрение такая махина запомните как это все было приступаем к обрезке аварийно опасные то есть это дерево постепенно набирает толщину до соответственно утолщается массу набирает это ветка когда-то может просто вот завалиться и отодрать вот целиком практически вот эту и кору вот здесь вот и надлом произойти то есть вот эта ветка может выпасть вот эта ветка вот здесь переломится уйдет здесь защемление потом из-за этого гниение там все пироги да 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 это вот вы образная как раз здесь даже 45 градусов то нет подлежит удалению так как он ну во-первых санитарно здесь выглядит неуместно он трет вот этот ствол большой вот эти можно посмотреть напертость есть уже образовалась и она дальше развивается что приведет к болезням гнили и соответственно заражению вот этого основного ствола это первый момент и он основной а второй момент визуальный то есть у нас все на стволы идут от центра в разные стороны и этот ствол просто пересекает практически половину стволов создавая таким образом картинку такую не достаточно не контрастную для раскидистой кроны клёна то есть нужно было еще на моменте когда это был куст до разу до понимать да и сразу принимать формироваться тогда было бы легче и и расти дереву и меньше было потертости на стволах и так далее ну и сейчас меньше был бы срез из пилы и вообще да да конечно но тем не менее клен достаточно комфортно переносит обрезки причем и даже жесткий обрез формирующие поэтому я думаю здесь все хорошо мы делаем наносим непоправимую пользу стволы которые требуют полного удаления выпиливаем частями так проще работать и легче контролировать стволы когда они падают вниз техника безопасности всегда должна быть на первом месте все затерло немножко бы и рано было уже на спиленной ветке хорошо видна особенность этого вида клёна серебристая изнанка листочки ажурные очень красивая крона получается благодаря этому такая вся воздушная легкая продолжая санитарную обрезку убираем все ветки со стволов на нужную нам высоту также из кроны вырезаем все ветви растущие внутрь и по всему периметру кроны по нижней части убираем ветви свисающие вниз как бы намечая нижний край нашего зонта и вот первый этап завершён и уже сейчас стало намного лучше стала видна фактура красивые ноги оголились крона стала намного светлее небольшой перерыв на чаепитие и приступаем ко второй части обрезки снижение кроны чтобы не отнимать ваше драгоценное время я убрала вырезала все лишнее и четыре часа съемки и обрезки уместились в одну минуту перед каждым новым спилом роман спускался на землю и мы с ним наворачивали круги вокруг дерева намечая новый очень не хотелось отрезать лишнего по высоте зонт должен был получиться чем-то средним между тремя коньками крыш и таким образом отвлечь внимание от четких резких горизонталий разбавить их своей формой толстые ветви роман убирал пилой а ветви потоньше куста резом на раздвижной штанге от фирмы фискарс после снятия высоты получилась такая грубая заготовка болванка и теперь нужно ее шлифовать здесь хорошо видно как роман убирает все торчащие выходящие за нужный нам периметр веточки всего было оставлено 10 стволов каждый из них прорабатывается как отдельное дерево по законам соподчинение создается сбежистость оставляется лидер макушка и все веточки ниже соподчинены этому лидеру также обязательно учитывается положение этих стволов в кроне чтобы они не затеняли друг друга не терлись веточками и все вместе создавали нужную нам форму осталось вырезать поросль и убрать пни оставшиеся от спиленных стволов пришлось даже прибегнуть к тяжелой техники бензопиле роман прям таки ювелирно проделал всю работу результат потрясающий полюбуйтесь как будто лохматое чудовище и сказки превратилась в прекрасного стройного принца стали виден сад качели перспектива шикарный газон и домик хоббита крона стала светлая ажурная и перестала давить на находящихся под деревом оно стало безопасно и что еще очень важно за ним теперь будет проще ухаживать а помните как клён выглядел до обрезки благодаря видеозаписи мы можем сравнить до и после просто фантастическая разница нам с романом а главное владельцам клёна после нравится гораздо больше конечно если бы дерево росло подальше от дома и от проходной зоны можно было бы ограничиться только санитарной обрезкой но конкретно в этом месте дерево высотой 40 метров а именно таким в перспективе вырастает этот вид клёна было бы перебором дом рядом с ним смотрелся бы непропорционально маленьким ну и об опасностях соседства с таким гигантом я уже говорила очень странно смотрится рядом с этим клёном можжевельник скальный не знаю чем руководствовались ландшафтные дизайнеры когда его сюда сажали может быть я чего-то не понимаю пожалуйста напишите свое мнение в комментариях сидит он здесь больше 8 лет это точно и пересадку я боюсь он не перенесет роман предложил сформировать его в виде яйца чтобы хоть как-то подружить с клёном если владельца согласятся я наверное так и сделаю хотите узнать о дальнейшей судьбе не этого клёна наблюдать как будет уплотняться обрастать крона в следующем сезоне подписывайтесь на канал дневник садовода буду очень рада вашим отзывам вопросам и комментариям спасибо за внимание и до новых встреч спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!